здорово народ с вами хюго мы с вами продолжаем проходить думы тюнул и после почти часовой серии нытья и рассказывания про какие-то отсылки и прочих таких моментов мы наконец с вами отправляемся на уровень кровавого гнезда чтобы в конце концов навести там порядок ну и продолжить наше следование мира и также прокачку палача урока сохраняйте спокойствие обстановка только кажется тревожный у нас все под контролем кровавое супер гнездо находится рядом это место где началось вторжение старейший оплот зла на этой планете силы комитета не смогли отразить атаку демонов ну как у него все хорошо патентуру и мы еще правим конечно вот кстати это вот наш писание метро которое мы виделись далеко далеко рано далеко далеко до этого вот по этим вот сим станциям более то подробностью наконец-то можно рассмотреть вот здесь вот и я честно говоря только сейчас почему-то ты заметил и вот постараюсь на процессе монтажа какие-то конкретные надписи и название здесь выцепить и если что-то интересно вот из этого я выцеплю и найду то я обязательно конечно это уточню и оставлю в комментариях ну а тем временем давайте что ли посмотрим как вообще тут дела тут в европе мы сейчас где-то ближе наверно к хорватии может даже повстречаемся с крутим спросим как там с разработкой сериус м4 если бы мы играли на момент выхода именно думать тену где-то начали 20 марта и либо даже чуть чуть позднее ну конечно не об этом сейчас сразу сходу просто выдается первый кодекс арт-бук наш местный где мы можем почитать информацию о местности именно кровавом гнезде вот очень кстати прошу обратить ваше внимание на насыщенность этого уровня именно вот кто-то желтый шар до довести тут бензин стоит как мы помним желтый шар это сфера ускорения которые надо бесконечные патроны также ультра скорость на очень маленький но все-таки промежуток времени дает и также вот тут кота желтый моментик и где-то там вот еще что-то спрятано это тоже прошу вас запомнить на будущее нам пригодится эта информация обещаю вам ну и в целом если углубляться в лор это локации кодексе здесь ничего такого особого интересного описываться честно говоря не будет описываться в основном что у все плохо как обычно люди пытаются все еще изучать это метастазы эти вот тентакли и прочее потому что они очень быстро там распространяются создают какие-то электромагнитные волны что являются порталами для демонов вот и все такое третье десятое так что аформация в основном будет здесь вот звучать именно про это я же еще хочу буквально пару секунд застрять ваше внимание на картине вообще общего мира как здесь блин красиво на самом деле вот в этом плане конечно мне нравится дум очень прям красиво вот игра если вот не будем вникать конечно подробности и прямо рассмотреть каждый пиксель туда криш мы тут обязательно сам условием но если так вот смотреть в целом на отдалении то картина очень даже так ничего ну и да кстати вот примерно вот таких вот местностях и при таком вот декоре по моему был записан самый 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 первый тизер думаете ну где палач у нас выходит из залов и давит ногой череп какого-то старого демона похоже на забер демона вот ну и местность конечно это все хорошо это все красиво ну давайте все таки будем делать то что у нас получается лучше всего коршить демонов дать эти два импа очень интересно они всегда с этого места бегут вот на тот балкончик и потом в дальнейшем куда-то убегают и в итоге мы больше сами не увидим сожалению но здесь нас уже ждет пачка новых ребят как новых мы сами их давно уже всех знаем но не прям жаждут нашей крови и очень тут неплохо устроить я смотрю как мы помним с вами демон до сих пор не найдет у друга очень активно и всячески пытаются между собой воевать пока они не не заприходят нашу тушу для избиения эта арена кстати очень такая интересная и прям стартовая весная показывает нам сколько уровень будет крутой будущем тут нас и туша и три манку был со сразу и ревенант уже слышим на фоне и сейчас еще и два парня очень таких неприятных вылезут прям ух арена ультра мясная поначалу боителями прям будут засыпать поначалу так не подскажете случайно где тут такой красный а да 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 вот этот летающий парень так очень такой момент блин интересный я я хотел туда забраться вот без помощи как а демона есть конечно не обойтись но мы можем постараться до этого забраться попробуем еще раз там лежит секрет который в принципе в будущем можно собрать без каких-либо проблем но я вот хочу это сделать с помощью вот этого как а демона а отлично тут нас лежит фигурка кибер зомби но не будем задерживаться потому что импы со своим аимом просто достанут вас его земли даже после того что вас не будут видеть забывался глаз как а демона и он просто пропал но это часто явление кстати для дума почему-то глаза очень часто любят пропадать из горы киллов ну и вроде бы казалось очень много демонов но не очень быстро заканчиваются и это блин главная беда от этого уровня что демонов ты много но очень быстро заканчиваются жалению так где-то кто-то еще остался а вот остался как минуте всегда последнего демона распиливать чтобы пополнить утерянные припасы так но тут мы встречаем пинки и буквально пару секунд обращу ваше внимание на этом уровне у нас есть три испытания как обычно найти мод бота это очень легко две стычки пройти тоже принципе несложно и вот самое такое душное задание надо зверски бит 3 пинки поскольку обычно люди уничтожают пинки с помощью каких-то гранатометов там и прочего либо же блокпанча подстрелить пинки так чтобы его контузило это достаточно сложное мероприятие скажу вам честно но в этом плане нам поможет конечно же дистанционный подрыв который мы взяли на третьем уровне который блин вот с каждом уровне на самом деле лично для меня преображаются и обретает какую-то всю новую новых смысл для меня и вот до процесс стана пинки примерно выглядит вот так мы его дамажим два раза ракетами и потом очень долго стоим вот и прямом смысле ковыряем по одной пульке пока он не уйдет стан потому что зачастую он либо просто умирают даже от двух ракет хотя он спокойно их должен выдерживать либо же он пока и выходит заниматься особенно после стана когда врезать скуда поверхность мы его можем убить и даже не поймем что это произошло без каких либо анимации даже стана так что пинки здесь душные на этом уровне но и будет предостаточно чтобы умыть наше испытание тут населиться дейзи на этом уровне отдыхает буквально самом самом начале где-то здесь у нас внизу тоже есть приятная ссылка и пасхалочка . ничего интересного потому что мы не туда идем куда надо следующая такая ссылка которая является неофициальным секретом у нас находится здесь вот этот мини грузы который влетел вот в этот магазинчик или какой-то кинотеатр а именно вот этот стул вот этот маленький стул на нем кстати также написана надпись написано масло масло масляное там что-то написано стиле победи рак или что-то очень такое и висит как видите цилиндр на ней это прямая отсылка на youtube канал под названием total вискет вискет если быть точным сожалению автор канала погиб буквально пару лет назад борясь с раком вот и айди софер решил вот таким вот образом отдать дань почтение автора канала и перенести его как вот такую неофициальную пасхалку в виду мытеного также очень такая вот мыльная зеркальная почти вот стена из крови которая тоже блин так себе выглядит если честно в общем фоне и картине ну и всякие такие моменты там почек тут и прочего вообще блин уровень не из самых таких приятных для лицезрения скажем честно может кто-то будет сегодня испытывать даже приступы подташивания и прочего так что будьте к этому готовы уровень на самом деле вот он такой вот и есть он он целиком и полностью состоит из кишок и прочего такого что насыщают кровавого гнездо и ад в целом вот так же находим второй кодекс сразу же нас между прочим 12 очков оружия прошу заметить что заголовая хватает на прокачку полностью одного из модулей но мы пока не будем это сами делать вот хоть у нас есть возможность там прокачать дробовик или винтовку нашу который мы очень активная и часто пользуемся но но мы все это дело под придержим также получаем первую нашу модификацию для баллиста это арт баллиста это совершенно новый модуль на гаусс пушку или просто баллиста как он может удобнее называть и мы тут же сами ее прокачаем давайте что баллиста как и гаусс пушка прошлом думе это очень крутой и очень важный ресурс в игре вот еще 3 очка даже останется как раз таки на будущем модификацию которую уже также на этом уровне мы с можем полностью с вами прокачать так вот парочка буквально комментарии по поводу баллисты она стала мощнее чем прошлом думе это сразу заметно но и мы увидим принципе на следующих аренах и она в принципе частично сохранила чем-то старые модули но в принципе два модуля они полностью отличаются друг от друга и также преобразились если мы конечно сравниваем ее с прошлым думам арт-баллиста как видите пускает такой заряженный снаряд или стрелу даже в демонов после чего носит очень серьезный урон хотя на прикасание уже какие липучка наносит тоже очень серьезный урон вот в принципе интересный конечно модуль но больше подходит под уничтожение таких вот летающих демонов типа как от демона пэйна которого мы также сами встретим в будущем и еще одного парня но в нем тоже попозже вот а в целом если вы используете как мод именно для уничтожения больших наземных демонов мы не знаю можно конечно но как-то я в своем геймплей не нашел применение вот именно этой фичи вот и финальным сайт квестом для прокачки этого модуля нужно нам уничтожить 20 как от демонов полностью заряженным выстрелом арт-баллисты вот а второй модуль мне уже больше по душе и мы будем его в будущем использовать но я взял чисто арбаллиста первым потому что ее надо просто будет прокачать лично для меня и забыть потому что я пользоваться не буду я буду пользоваться вот этим вот модом называется он жнец и это по сути как он там назывался прошлом то думе дистанционная зарядка или как подрыв как-то в общем заряд баллисты которые будут бить очень очень большой волной горизонтальной которая будет скашивать просто все живое все живое осадный режим вот как он назывался этот модуль на галф пушке в прошлом думе этот же модуль стал куда круче и куда сильнее правда он жрет патронов просто ужас как и сама боли со в целом но модуль прям ультра мощный и очень сильный скажем для затравки вот полностью прокачанный модуль этот жнец и с полным зарядом он способен в принципе убить любого воителя вот реально любого а если не убивают то станет его то есть открывать его для добивания и при этом его ничто не останавливает ни один демон то есть если стоит 10 демонов друг за другом в ряд все 10 демо скосит просто как одного очень сильно пушка ну прокачаем ее чуть-чуть попозднее вот здесь у нас также идут отсылки очень на этом уровне будет очень много отсылок как и на предыдущем серии где мы сидели в базе палача это спрайт из первого и также второго дума если я не ошибаюсь эта моделька пехотинца айна морпеха которого насадили темы на накол и вот здесь он в этом магазинчике игрушек или не знаю вообще глим так то есть оттуда хьюка написано почему-то буквы немножко поменяли местами и уху то получается зоне уго очень странно но вот такой вот прекрасный предметик продается ну по камере был в продаже но не спешим из-за 2 ходить так и здесь еще один есть такой момент интересное это вот этот вот код с банк с бантом таким золотистым честно скажу не могу сказать точно на что это является отсылкой или какой-то конкретным пояснением на какой-то момент я уже затрагировал чайную зону следующую но по-моему эта ссылка на кап хэд я конечно могу ошибаться но если вы прям в курсе вещей значит на что является этот код отсылка или как гениальное свое продвижение просто можно можно позавидовать ну вы поняли в общем на какую вселенную ли персонажа является отсылкой на вот этот котик котя ой ребята извините я хотел одного подрезать на что за пошло не так очень кстати мне нравится в этом уровне это типично для думы тену поведение и обращение с демонами которые остались после воителей а именно такие зомби горгули импы зачастую они короче будут просто умирать они просто будут умирать что есть хорошо на самом деле также мы собираем эту дополнительную жизнь и активируем бонусную стычку не та самая бонусная стычка по которой вы может подумали это просто такая случайная стычка можно сказать с демонами этого пинка на самом деле сложно застанет прямом смысле надо вот долго очень летать вот вокруг него и пытаться по одной пульки его станет зомби понятное дело идут на фарш а именно на распилу бензопилы и здесь вот в этой зоне находится вроде как потайной партрианский жетон все это активируется как уже заметили по сбору вот этого дополнительной жизни и также врагах секретно считается почему-то вот эта зона когда мы заходим берем патроны здесь нас оповещают что у надея секретная зона вы большая молодец вот ну конечно это не так вот в этих магазинах внизу вроде как ничего такого интересного я не находил как бы я не пытался по моему уже здесь фантазия иди под истякла и видимо не посчитали что кота вроде как из хпх хеда из сэмплом из спрайтом точнее из прошлого думаю будет достаточно вот здесь нас находится вторая секретная зона где лежит капитан винтерс обращенный в зомби я на самом деле это охранник щитом он же щитовик по простому ой ну и в принципе давайте немножко покажем как вот эта штука работает я не знаю конечно как это связано и в чем смысл этого механизма но вот этот пресс что-то дает постоянно и вот поднимают постоянно эти рычаги это не пробовал кого-то поставить сюда и раздает ли эта штука в итоге демона но это не напомнило это мне напомнило один из уровней дума некровол или как они там назывались то по-своему эти два уровня последние в аду там тоже был такой момент где огромный пресс давил манкубусов это было весело кстати ну а мы движемся сами дальше встречаем вот таких вот непонятных красных демонов которые очень жесткие давайте вам покажу даже одного из них на примере примеру вот это вот или вот это вот парня виде какие-нибудь дерзкие стали прям резких понос это не просто так на самом деле они под воздействием тотема жестокости и на этой арене находится вот в этом портале всегда идите в него и вот пощадите старого и вот за этим порталом очень-то находится этот так там жестокости и понятное дело как только мы сажаем нам по идее должны оповестить о том что он делает и что самое главное из себя представляют где-то он здесь вот на это демона и да и точно так же как и биток вроде бы безобидные демоны вообще тотем не является по факту демоном вот но находится в этом разделе вместе с этим так ли вот и описание его власти следующее что это такой тотем созданы жрецами или кем-то там из ада который заряжен страданиями людей вот и когда он появляется на карте это так вот потом как его еще по-другому назвать зелеными соплями внутри который усиливать всех демонов на карте без разницы какие демоны и обычные воители там супер какие-то демоны там что-то еще вот он всех демонов усиливают они становятся быстрее они носят больше урона вроде как буквально то немного есть разница но они существенно носят больше урона но это объясняется тем что их атаки становятся гораздо быстрее то есть грубо говоря скорострельность демона повышается просто в два ты и более раз я не вот просто как неадекватные такие чертики заведенные как юла бегают по карте вот такие арены нужно запоминать где находится тотем и всегда преждевременно его уничтожать потому что даже вот видите самые такие простые демоны и простые воители под влиянием это тема это очень серьезно противники очень серьезная и недооценивать их не стоит каждом честно но остальные порталы они в принципе да что такое то они в принципе не серьезные тут есть немножко противников типа тентаклей и также зомби одном и будущем порталов будет ничего такого серьезного хорошо попробуем запомнить наверное а может и не запомним вот и по прохождению всех вот этих четырех порталов открываться финальный который нас выведет в итоге отсюда и также открывается первая секретная стычка которая была закрыта зубами но если мы пройдем все порталы она нам откроется и мы естественно просто так не можем пройти мимо нее вот я рекомендую здесь одного демона оставить живых чтобы естественно пополнить него патроны потрачены на всех этих вот манку бусов вообще конечно очень интересно то дизайн локации сделан просто куски кита мясо зубов тут кости чё там еще опять же люди очень чувствительны к этому него жалко потому что весь уровень бот выглядит так так что либо попробовать себе побороть либо как-то не знаю выключать что ли это видео потому что этого будет много и далеко только не здесь понятно так тут нас находится руна и поскольку у нас уже билд собран я сейчас соберу наверно билд альтернативу которую можно поставить скажем так в противовес этому то есть обязательно руна всегда являются конечно управление в полете она должна быть всегда на первом слоте это вам чисто от себя рекомендую вот ну и вот эти две руна так как первый билд да то есть пост об грома и также жаз за крови второй же пилот у нас выглядит следующим образом это бей и разрывай и второе это у нас полное смятение вот возьмем их на этом уровне у нас как раз так и ровно было две руны доступны здесь вот и допустим если вам не нравится один билд вы можете очень быстро и легко собрать несколько рун открыть руны которые вас интересуют и вот так скажем буквально можно даже на каждом уровне использовать свой билд какой-то свой подход либо же зависимости от ситуации борьбы с демоном там какие-нибудь или боссом не билд так как вам считается более нужным вот например с битве с демоном к нибудь боссом скажем честно постав грома и тот же самый шприц он не особо там нужен допустим с боссом очень было бы круто использовать то же самое управление в полете замедление в полете и допустим что-то из разряда вот поле смятения полное смятение точнее так что в этом плане конечно это интересно когда игра нам предоставляет возможность комбинировать билды так как нам это захочется так парень тебе так повезло что тебя два раза не попал ну и пришло наверно повеселиться немного помесить демонов скажем так да это то самое место которое нам демонстрировали первом кодексе именно то сама супер кровавого гнезда ох тут столько всего будет именно вот в этом месте то даже страшно предположить справимся с этим будущим так вот что это не нравится на таренью это после убийства всех первых воителей а именно двух первых манкубусов и по-моему дух ой арахнотронов нам еще нужно будет еще солдат немножко поместить чтобы вот вызвать от этого парня если мне убьем их он не будет спавниться потому что не хочу не буду потом у нас здесь появится два ревенанта один из которых уже намазывает на меня там сзади и после их убийств наконец-то появится более серьезный враг нашу конечно как а демоны они нам нужны только чисто ради прокачки баллисты так что они для нас важны на самом-то деле ну и финал от арены парочка плотей а точнее тушь не знаю я че-то хочу тушимся назад в последнее время такое ощущение блин что у меня уже сталкивает головного мозга ну и вот зомби вот эти все которые ходят там факту подлец они со временем конечно же умрут так что не допустя какие-то возможности обязательно их пилите потому что патроны патроны это очень важный ресурс на этом уровне ну и вот так вот украл гнездом в итоге на бот на финале уровня нужно было попасть его пасть но не так все просто она закрыта и как видите вот для того чтобы нам туда попасть на нужно найти три ключа один из них мы уже нашли это желтый ключ давайте его поставим чтобы добраться до сердца нужны еще два ключа ищите ну его за что я просто ненавижу думать он вообще мы что-то последнее время довольно давно не ругали думать он его и не хейтил его в целом этот и тетка сцены как я их ненавижу просто не поверите мне я их так ненавижу что ненавижу не буду что он так сильно ругаться но какой черт вообще серьезно я ставлю ключ и заканчиваю свои действия здесь почему я не начинаю потом после к сцены свой путь дальше отсюда а вот и мне пересылают вообще вот сюда аж зачем это сделано для чего мне непонятно также на этом уровне был кстати очень классный секрет который я обнаружил буквально вчера буквально вчера благодаря одному из товарищей который довел наконец-то логическую цепочку этого секрета до финала мы заканчиваем этот не конец конечно а секрет конечно же найдем и осмотрим вы все его красе ну а так в целом что тут можно еще интересного упомянуть додумаю что наверное ничего такого особого что вот эти огромные роботы лежат по-прежнему поверженные в бою против демонов кстати да впервые здесь можно найти бойцо сопротивления впервые можно их увидеть вот они лежат ну конечно в кино зомби но блин тем не менее то те самые ребята которые воюют за землю все дела хотя чем-то лицо похоже на это повестка в суд прилиплось от на лицо чем-то похоже за те это лицо на тех у зомби которые на пиках лежат и на палача если мы наденем ее зомби скин вот вот такой единственный момент где мы можем стать их этих ребят и к сожалению больше не увидим сожалению и так ждать от ворот открываются как мы только заходим сюда и вы наверно тоже поняли отсылку на реальный бренд так что вот такой вот прикольный интересный момент ну что давайте углубимся в недр этого комплекса посмотрим что там вообще есть но прежде чем я конечно это сделаем мы соберем дополнительную жизнь и вообще кстати это будет жизнь у нас уже переводились за 22 что является по моему является по моему финальным аккордом выполнению первого этапа по сбору 20 с чем-то там дополнительной жизни находится этот этап вот здесь вот он да но собрать 20 или более дополнительной жизни на одной ячейке сохранения иногда эволюции нужно немного подтолкнуть мы в корпорации делаем для этого все возможно в виде лиц вообще она сказала все возможное ой 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 блин по моему я застрял пока нельзя не потерял какой-то beltit теперь осыщем нам не будет оттаковать как вы какие-то все работы на чьи да вообще не считаем в том числе еще об этом не будет нам попросту призрачный пинки он же просто призрак дух называть как он удобнее еда он также есть в этой игре что не очень хорошо на самом деле потому что люди я заметил не очень любят пинки в целом а тем более когда они невидимы и больших количествах это про мне есть хорошо ну в следующем кристалле мы как я говорил уже берем броню чтобы добить прокачку здоровья из демонов теперь когда мы будем добивать демонов с полным здоровьем glory киллами из них по-прежнему будут падать здоровье но теперь это здоровье не будут просто исчезать без дела а это здоровье будет заряжать наш blood punch очень кстати прикольная вещь скажу им честно и такой элемент тактики мы можем просто теперь поддерживать нашу броню ну пока имели стараться это делать и убивая кого-то glory киллом и последующий потратив blood punch можем его куда быстрее заряжать вас понял есть так точно напомню вам что бродя кстати можно станет одним выстрелом баллисты и кстати да давайте-ка распилим то щит века потому что это по сейчас он дружу что у меня вообще нету плазмы с собой вот все эти зоны нам естественно буду стопным только чуть позднее не все сразу как говорится не все кота масленица вот и ему тут много чего видим интересного и кто пушку зеленую непонятно летающий в воздухе кодекс который давайте почитаем с вами где-то он находится здесь да а нет это призрак давайте посмотрим прописать описание она в принципе чем-то копирует описание из прошлого дома где дебилы из уака я просто по-другому не могу их назвать экспериментирую с этими пинки и обнаружили что в клетке в итоге потом никого нету пришло стал невидимым где открыли а пинки в итоге вырубили снаружи и все пошло по известной наклонной и направляющей кстати еще одна заметка на будущее про тотем и жестокости и также новый кодекс именно про само мокрого гнездо и она очень кринжово скажем честно вот давайте пока покажу вам текст он очень большой кстати здесь чисто описывается здесь описывается события той самой битвы я по-моему только что слышал какой-то кусочек bvg division если честно а именно вступление интро вот и просто посмотрите вот на качество этого арта не знаю место отвечает это комментировать в целом или нет если вы конечно узнали это место это старт уровня это первая серьезная арена где было три манкубуса и так далее вот что тут можно сказать в этом в этом случае это то что ну блин миксом все ужасно ужасно все очень плохо все очень плохо также да не могу не помнить наш новый очень серьезный сетап из той же двустволки или тяжелой пушки и баллисты что не оставляет шансов ни одному демону будущем если же наш предыдущий сетап из двустволки и тяжелой пушки в принципе не уже не оставляли шансом ни одному из демонов то двустволка и баллиста это самые такие сильные пушки по альфа страйку за кпд времени до потраченное время то такой сетап это просто это мясо это просто мясо вот и листа что баллиста очень долго убирается и достается это видимо сделано в конту балансе что лили какой-то другой селе было сделано но это со мной не отнимая того что этот сетап будет поэффективнее чем вот этот вот сетап так что на прям очень жирных таких парней при наличии патронов на баллисту используйте именно его также мы подавали радио рад костюм из прошлого дома ну как из первых думов старики сразу же узнали его я уверен и этот костюм в общем-то позволяет нам гулять по этой жизни радиоактивной которая как видите костюмчик потихоньку сжирает со временем вот и как только он ломается полностью ну то есть заканчивается мы начинаем получать урон вот и на уровне будет очень много таких вот спаунов где мы можем пополнять этот костюмчик где-то он отображен вот так просто такой на эти значок радиации летающей воздухе вот подбираем его и костюм у нас полностью пополняется вот к сожалению этот момент будет не только на том уровне не могу сказать что там такой крутой классный я надеюсь на это конечно но блин сказано голограмма я себя чувствую все более униженным и беспомощным этом мире как вы помните я рассказывал еще на первом уровне в основном эти голограммы проговаривают только два оповещения то есть какие-то два сообщения вот 3 это прям уникальный случай которая есть далеко не в каждой голограмме тут у нас и полезного есть это дополнительная жизнь кринжовое место с стреляющими пушками ну и блин честно говоря не помню как тут можно вернуться обратно чтобы собрать этот вот мега сферу но она не является каким-то там секретом или неофициально секретом это просто такой момент и поддачка от разработчиков если у вас допустим мало здоровья а вам она очень сейчас нужно данный момент так что можете вот таким вот моментом и получить самое что интересное при сборе игрушек рад костюм не теряется стоя в луже но если мы будем брать какие-то там жетоны там что-то еще что также занимает время но при этом бойца это лужа для активной это уже будет отнимать рад костюм и это очень странно пони баланса немножко нелогично я сказал ну и 2 секретная тире не очень-то секретная стычка с демонами с кровавым гряздом и проходится на очень легко и быстро благодаря нашему билду и также двумя карнатом так ну и в принципе в принципе тут ничего такого больше интересного нет единственное что помните по эту сферу напротив килограммы я просто не стал брать потому что первых не долетел да и это мнение особо то и нужно ну и также самое главное помнить если вы до сих пор не сделан квест пинки а его вы к этому моменту уже можете спокойно сделать то вот он пожалуйста еще один бонус пинки который здесь появляется всегда и давайте попробуем как-то по-другому застанет более агрессивно но попробуем если что демон из дозыгателя тоже носит урон ну прямо совсем совсем чуть-чуть носит так что тоже можете этим пользоваться вот ну и допустим вать его как-то вот так вот объем также не спешим сюда уходить нас открылся еще и жетончик которые будут закрыть до этого зубами его кстати можно было видеть с обратной стороны в люка где мы подбирали дополнительную жизнь ну и наконец от к этот лиц открываются и мы можем подобрать тадам мини-ган очень такой кстати кориджов момент если честно с его подбором в том плане что его придется вам взять но его кстати можно пропустить в принципе я в принципе можно пропустить но прикол в том что если вы возьмете если возьмете из этой комнаты вы уже не выйдите тут короче сразу же автоматом появляется невидимая стенка и восток один путь это сперва звенится и убить того рыцаря ужаса это кстати комната очень сильно похоже на комнату security из прошлого дома где мы тоже впервые находили тяжелую пушку у бойца который приказал долго жить вот тут аналогичная комната ну понятно что пушки другие и мог конечно ошибаться но по моему они здесь гораздо меньше чем они она есть на самом деле ну находясь на с руках так что вот такой вот тоже интересный момент борус технологии какие-то новые ребята тут какие-то новые ребята также находят знакомую нам пачку уже которую мы находили сами до этого ну по бумажкам тут в принципе ничего интересного мы уже находили и на первом и на первом уровне так что на этом мы заставить внимание пожалуй на больше не будем что еще тут всякой штрих-коды тут такой неинтересный контент если честно какие данное прохождение вот в общем-то это сердце этого супер кого гнезда про него кстати комментарии вы уже видели в кодексе и блин кстати с этим моментом всем с уничтожением до гнезда будет интересный прикол связан но нем чуть попозднее и жалению мы не сможем улице зреть напрямую но я вам про него конечно расскажу энергоснабжение наполовину восстановлено теперь вам необходимо активировать второй терминал чтобы уничтожить гнездо так сердечко уже пришло более активную стал более активную стадию вообще честно говоря думал что это вся конструкция будет двигаться и сердце уже разорвет на части но как видите она еще живое но уже изрядно подранена так что не будем остановиться на достигнутом и уничтожим вот эту плеть я могу все говорю сразу но давайте спросим еще что-нибудь в этой дамы интересного если она конечно захочет нам это рассказать так вот здорово у нас конечно немного перейти ожидает серьезная стычка так что попробуем как-нибудь воспроизвести еще одну запись если это конечно возможно но по моему этой голограмме она работа только один раз так там будет щитовик его мы убьем с гранаты сразу же а вот этих вот ребят мы немножко покромсаем насколько это возможно где-то какая-то кстати после времени с мышкой мне плохо стал колесико работать а у меня на колесико за бензин как раз мне как раз забит изрыгатель и я зачастую его просто не могу нажать чтобы использовать влага со сменой оружия у меня тут пока в порядке более-менее ауч как ты достала как-то достался всем подкопом просто меня уже так что возможно предыдущие время я буду серьезно задумываться о смене мышки потому что как ни крути это уже мышки за семь лет ну и она в принципе имеют право уже уйти на свой покой вот она у мышка блин как ни крути я уже достаточно долго не задумываясь закат мне об этом сейчас мы находим еще на мод бота который нам позволит также если вы не сделали то еще до этого выполнить испытания с поиском бот бота и давайте здесь посмотрим поговорим про модификации минигана 1 это мобильный турель которая в принципе то не сильно изменилась предыдущего дума это также миниган из получается 12 стволов который активируется правой кнопкой мыши который разбирать просто любого демона в пух и прах вот и он не сильно-то изменился он единственное что стал еще больше патронов чем это есть сравнивалось конечно с прошлом думом и ротор раскрутки стволов здесь заменен на энергощит разработчики поняли что раскрутка все-таки это подсосный модуль который в принципе в котором не было даже большого смысла скажем честно прошлом думе я мало то что в принципе не миниган практически не использовал прохождение да и в целом я не очень-то сильно люблю от него играть потому что есть тяжелая пушка это гораздо круче вот но миниган имеет свой вес и я как заметил комьюнити и прочим другие игроки очень любят миниган и вот этот модуль он на самом деле очень такой нестандартный и многофункциональный для нас в будущем который позволяет как видите по превышке даже какие-то атаки там площадь но это понятно что показано нормали либо там на основе чуть выше где урон не слишком серьезный но пару тычек и хорош это их атака от мелких демонов этот щит может держать ну и в принципе все вот такие фишки и сильные стороны мы узнаем в будущем а сейчас мы возьмем мобильную турель только потому что этот модуль там лучше чем щит нет он не лучше как раз таки щит я считаю более таким интересным и полезно наверно приобретение в плане пулемета так что мы его будем использовать будущем вот а ротор возьмем только потому что небольшая сводка про пулемет наш также здесь какая-то подсказка а ну-то про костюм и радиоактивный пол я же хотел именно уже начать качать модуль я возьму только начали потому что я в итоге его не буду скорее всего будущее возможно мы его используем на ком-то из боссов будущих которые кстати не так уж и да не долго осталось вот и я просто хочу покачать побыстрее и просто забыть про на него вот будущем уже весь скажем так все силы весь убор делаю же на сам щит вот ну и блин я сбился смысле чего хоть хотел сказать ну наверное неважно раз уж забыл и теперь вот это место она очень так и опасная так что не рекомендую вам здесь тупить не задерживаться как видите здесь был кровавый тотем точнее тотем жестокости который в первую очередь нужно будет уничтожать и если вы это не сделаете ну блин моё как говорится моё соболезновение вам если вы не сразу знаете тотем и уничтожите потому что вот эти ребята под тотемом это просто ужас это просто ужас это не официальный секрет тайник с броней и вообще изначально таре нас думала сильно таким образом что мы приходим сюда из-за этого дыры на самом деле портала и мы должны попасть прыжками вот по этим платформам прыгнуть сюда как-то вернуться от этого вот усиленного ревенанта который просто под тотемом ревет и мечет все что есть не попасть пасть каракину только вот очень классному взять дополнительную жизнь прыгнуть вот на этот вот портал и только потом сломать этот это там можно как куда проще просто подцепиться за ревенанта и вот пожалуйста в это там уже сломали вот так что реально несложно и самое главное помнить и запоминать на будущее если вы будете проходить игру на русском кошмаре где какие-то темы стоят и самое главное как и лучше быстрее к ним подобраться так что там кстати забыли про прокачку костюмом совершенно забыли и давайте пожалуйста исправим прокачаем перезарядку дэши за glory kill и как видите по демонстрации мы убиваем как а демона подлить приближаясь к нему двумя дэшами и как только мы убиваем сразу же не перезаряжаются очень такие полезная вещь я как евреи блин стал как-то говорить очень такие знаете такие знаю очень такие очень такие хорошо ближе этим завязывать вот ну и у нас остается еще пять очков и я рекомендую вам наверно вкачать перезарядку наши гранат потому что перезаряжаются они очень таки не быстро опять я сказал так что нужно это помнить ну а финальный модуль как осколки мы дана прокачаем попозже даже возможно ближе к концу игры и вот с этого момента мы пожалуй перекинемся с вами на прокачку уже ледяной а именно креоген гранаты и первым делом мы прокачаем наверно покачаем наверно усиленный урон то есть на него нам нужно накопить еще две ячейки следующую арену тоже очень можно быстро срезать вот таким вот способом давайте кровь сегодня чтобы лучше жить завтра кстати я могу ошибаться но вроде на первом уровне было такое же сообщение вот и чтобы опять же не прыгать по 7 типа форму сюда 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 можно сразу же просто двойным прыжком улететь сюда и также не спешите дальше потому что напротив у нас есть секрет который мы конечно же обязаны сами собрать и это альбом альбом с палачом и саундтреком для нашей передовой базы но по-моему это голограмм опять-таки одноразовая одноразовая как мне раздражать эти как а демоны которые летают тут вокруг они просто кружат они знают что я здесь хожу я даже могу пострелять по ним но просто ноль реакции это конечно мы не нравится прям вообще слова совсем не нравится ну и давайте заберем вторую руну на этом уровне и вторым объектом для вашего внимания я рекомендую как раз так взять полное смятение очень тоже хорошая руна на самом-то деле прошлом думе от нее тоже было много толку на самом деле особенно если мы станем каких-нибудь там знаю хелл-найтов или монку бусов так что если вам не нравится этот билд или допустим он вообще никак не подходит к вашему стилю игры вы можете заменить соответственно шприц и после угромя на кулак и полное смятение коляска давненько я вас таки не видел ну и на следующей арене я рекомендую подготовить до дистанционный подрыв и иду стволку тут у нас еще один пинки будет так что если вы все еще не сделали сайт квест убийством двух пинки у вас есть еще одна прекрасная возможность это сделать вот не рекомендую так делать когда пинки во что-то врезаются и стрелять него потому что пока он не выйдет из анимации урон по нему будет проходить очень странно я сказал даже будет почти двойной проходить так что ни в коем случае это не делайте как видите буквально вот одна пулька его убивают просто в хлам просто в хлам убивают но я думаю к этому моменту же все могли сделать кто уж тем более хотел это саджоп самое главное не вспоминать уже на этом моменте про его существование в целом потому что по моему уже нельзя будет его выполнить что пинки все становится все меньше и меньше а я вам еще раз напомню что за каждый выполнится и квест дается дается дополнительно очко партарианса она очень важно в плане прокачки дальше тут нас немножко паркур ожидает вот таким стенкам заберем еще один жетон у нас пока что их три на надо 5 для прокачки костюма давайте пожалуй заберем рад костюм 1 посмотрим что это есть внизу ничего такого интересного и переместимся обратно возьмем его еще раз быстренько полетим в портал чтобы у нас было ну примерно около сотни я еще заметил чем быстрее вроде как перемещаться по этой же радиоактивной тем вроде быстрее будет тратиться костюм что ты этот момент тоже нужно помнить и пожиже лучше все-таки прыгать а не ходить что костюм все-таки не вечный и поначалу он не очень мало хп будет даже не так мне не будет мало хп он очень быстро тратится а будущем мы с вами можем прокачать такой вот фишку в костюме как жизненное обеспечение что позволяет костюму медленнее израсходоваться изнашиваться в ходе гуляя вот по таким вот местам радиоактивным и вот мы нашли сами последний ключ что очень таки хорошо ну и пожалуй посетим очень тоже важное место где я раньше часто умирал этот этот участок радиоактивной реки и аккордом всего этого являются вот этот манкубус запомните где спауны где находится у нас тентакли и всегда в первую очередь их уничтожать и потому что пока вы тут бегаете зомби курит курка я здесь как-то уворачивайтесь от них эти тентакли вас просто здесь запинают а плюсы того что еще и костюм тоже очень быстро тортится тут шанс умереть очень высокий ну и очень такие очень такой классный секрет и бомбус на этом уровне будут дать я попонять чуть позже расскажу чтобы не сильно тратить время на него тут нас ожидает очередной секрет это альбом с пластинкой точнее с винилым диском на нем изображена дэйзи как видите но сам альбом на самом деле является отсылкой на 8 м3 потому что в там лежит именно сам трек из вульфинштейн 3 как ни странно киберзомби как мы помните забрали еще на первой арене оттолкнувшись от как а демона так что если вы не собрали вот таким образом то можете после прыжка с этого портала это сделать и мы убили сейчас последнего пинки на этом уровне а точнее призрачного пинки им кстати очень странный я обращу ваше внимание он умирает буквально вот с одной тычки вот почти с любого оружия с баллисты точно умирают за гранатомета нужно будет немножко еще добавить тяжело пушки там точно умрет и иду стволку тоже его в упору ваншотит и насколько я знаю его по моему нельзя убить зверским убийством так что помните это если у вас остался один пинки чтобы выполнить сайт квест на убийство 3 соответственно к сожалению это пинки вам уже будет не помощник ну и что самое интересное вот в этих вот в офисах разбитых это отсылка на вселенную про и а именно вот этот вот стаканчик с кофе на котором как видите наклейка есть not it mimic это это ссылка это отсылка я в про и не играл по крайней мере последний я играл старый проект где была вот эта вот вся тема с индейцами там вот всем вот этим прочим вот старый очень прыгать очень такой неплохой на самом деле который как раз таки постарался показать каким мог быть doom 3 либо же либо же возможно какая-то альтернатива была взята из этого все конкретно это же компания выделала так что очень было бы неуважительно не найти отсылку на про и вы именно в думе это далеко не единственная пасхалка на prey как видите в на базе можно было найти книжку упоминания про и в целом и также буквально через а настоящем уровне да мы сможем идти точно такую же отсылку точно такую же отсылку как видите вот я подобрал здоровье которая стояла сверху и у меня зарядился полностью блок панч вот что очень таки хорошо что позволяет вот использовать аптечки по прямому значению хотя бы так хотя бы так ну и не будем сдерживаться ну вот сейчас разы в первых я хочу прохождение других людей но для нас он только только начинается во выжил ли кто-то из зомби но по-моему нет все зомби умерли да потому что мы подобрали сам еще ключ от врат палача рока и давайте пройдем эту арену потому что она на самом деле хороша этого арена наверно будут на втором тире третьем месте из всех арен в общем и на самом деле чем дальше мы пойдем тем аренам будет станется хуже в том плане что-нибудь сложнее и демонов там будут просто до дури немного но прежде чем начнет здесь все месить в пух и прах мы зайдем и прокачаем последний модуль не качался у мобильной турели и приступим к сайт квеста именно 10 раз нам нужно вычтожить пять врагов за одно использование и эта арена как раз таки нам в этом поможет или 1 или 2 3 4 болин вот на последние патронов уже не хватило но ничего страшного тут лежат патроны ровно 60 штук и плюс тут бесконечный спаун солдат на этой арене так что у нас есть есть достаточно времени чтобы побегать парень и пособирать патронов и еще не раз выполнить этот небольшой квест можем принципе это совмещать с убийством туши и тут купите много вот наконец-то вроде выполнили первый раз а да они все таки я выполнил в первый раз отлично отлично просто майс и до туши тут конечно очень неприятные юниты они постоянно ставят перед собой щиты и всячески пытаются вам подгорни здесь так что это нужно помнить и самое главное держать во внимании по моему вот этот вот парень удерживает арену до появления следующих боителей так что мы этим воспользуемся и попробуем еще хотя бы раза три прокачать наш пулемет можно конечно до конца уровня прокачать полностью мобильную турель это реально сделать без смертей что самое интересное так по моему это был пятый да но я большого упора на это делать не буду поэтому прокате покачаем хотя бы 5 на этом уровне а дальше там постольку поскольку тут у нас уже и пинки пошли и рыцарей всех мастей и ужасные и не ужасные так что не будем тут сильно ваньку станьку валять лучше приступим к уничтожению этих ребят вот с рыцарями точно скажу вам не стоит играться лучше сразу уничтожать первым делом так давайте застанем бродягу чем тут есть то и где-то был боряга а вот он помню поможет заряди black punch и уничтожить сразу пинки которые нашли кстати не убил не хотелось бы умереть в этой серии очень не хотелось бы что у нас похоже не как ни крути без смертей хотелось бы так что вот такие пас момента тоже случаются но тарена честно говоря очень легкая скажу вам честно она на уровне она на уровне наверно будет первая только с большим количеством боителей как-то так и после убийства всех рыцарей запомните что больше демона не будут спавниться в таком большом количестве как раньше до этого кстати и бродягу можно в принципе оставить живых на какое-то время попробовать его тут поставить и понаблюдать будет ли кто-то еще здесь спавнится но что-то не подсказывает мое нутро по-моему нет так что это печально если вы заканчиваете арену с малым количеством боеприпасов либо же без страх бензина бензиновых запасов вот потому что нам нужны очень сильно будут патроны на следующую арену поэтому распилим топ бедолагу и закончим эту арену кого есть некосноязычный язык просто ужасно просто ужасно вот а семена потому что нам очень будет сильно с вами нужны патроны на следующую арену вообще официально нам патроны в принципе больше не нужны потому что после активации двух ключей по сути уровень уже будет заканчиваться но поскольку у нас не собран еще один очень классный секрет патроны нам будут очень сильно нужны также специально сохранил для этого дела мега сферу и также сохранил новый для нас бонус это квад урон вот так вот он выглядит такой череп который постоянно нас смотрит какой бы мы стороне не находились он постоянно будет нас смотреть он увеличивает наш урон на четыре раза четыре раза вот и в общем то он является полноценным копией с прошлого дома ну и чтобы собрать следующий наш самый пожалуй крутой секрет на этом уровне неофициальный еще расскажу вам о которой я знал буквально вчера вот нам нужно перезагрузиться во-первых контрольной точки у нас все собрано на этом уровне что только можно дополнительной жизни все секреты вот осталось и собрать один неофициальный секрет бой конечно еще один в будущем но он такое так чисто как отсылка уже будет они секрет вот по ходу прохождения уровня у нас здесь будет спавниться именно на этой арене вот такие вот праздничные шарики с и надписью happy birthday если вы помните если вы играли и смотрели мое прохождение прошлого дома такие такой шарик был на одном из уровней в аду и и и рядом с ним еще был торт и скелетик с колпаком вот но на этом уровне есть такие три шарика и нам их нужно сами разбить а точнее лопнуть то есть первый разбивается снизу прострелом с любой пушки еще раз вам напомню обязательно нужно перезагрузиться перед чем вы начнете делать потому что если этого не сделать в принципе шарики можно будет разбить но один из трех и по-любому не разобьется потому что они побоются они очень странно богоют 2 находится здесь как видите вот красивый по моему вот именно такой шарик был если ничего не путаю а как ведь они даже через раз бывают лопаются ну как это в общем максим есть с ними есть точнее вот и третий шарик который я так и не мог долгое время найти он находится вот под этим автобусом вот он уже сдох три штате еще и при этом с отсуткой эй да ладно ничего ну да прошлая серия была без мяса чисто про базу палача ну это серию надо было сделать как крути рано или поздно и просто обратить ваше внимание кровогнездо надела огромный колпак такой очень глупый не знаю кстати как-то преображается ли уровень еще потому что я не ходил честно говоря дальше и не смотрел там что-то как может быть что-то еще здесь изменилось честно скажу как-то даже в мыслях не было походить еще парню посмотреть но вроде как ничего такого не изменилось все по-прежнему все по старинке уверенность давайте зайдем сюда посмотрим может учет изменилось да вроде бы нет вроде бы нет все так же все так же да все вроде так же а ну еще дейзи можно приспичекнуть может быть она колпак на дело было бы очень странно на самом деле но нет дайте без колпака у нас и колпак надевают только кровавого езда интересно какой размер колпака вы понадобится чтобы надеть его на такую здоровую хрень ну и что самое интересное на этом секрет далеко не заканчивается давайте подготовим наш сетап новый из баллисты и также двухстволки потому что нас потому что нас ожидает впереди очень серьезная стычка с двумя новыми противниками эти противники уникальные для этого уровня и здесь официально вообще не должно быть официально мы встретим официально мы встретим по моему вообще такого уровня через через два то это и даже по моему даже 3 до уровня мы встретим так что такой момент очень интересный очень интересная вот спавнится здесь вот такой тортик хотя копия того самого тортика из думаешь на свободу только тот был желтый и сверху мега сфера бонусная то есть у нас есть еще одна и здесь еще одна и третья которую я не собрал она находится как вы помните она находится вот здесь так что при сборе этой сферы тогда вот такие вот два красавчика не рекомендую вам с ними шутить потому что эти ребята очень приличный урон наносит и чтобы их еще быстрее убить я рекомендую подобрать этот хват урон на сс ну старики уже знали кто это такой да и принципе кто узнал по дизайну и в общем то и в целом кто это есть тем не стоит объяснять что это отсылка на старого собер демона из второго дума ну и в принципе отсылка на кибер демон из прошлого дума одновременно вот ну обо всем об этом конечно попозднее об этом демоне мы конечно поговорим с вами чуть чуть позднее именно когда мы с ним встретимся официально вот когда прыгаете по этому туннелю не двигайте мышку просто прыгайте и вы прямиком будете смотреть на последний генератору генератор на полной мощности и загрузить его с командной консоли чтобы убить сердце но и все на этом принципе заканчиваться я рекомендую подготовить здесь пулемет и сетап из нашей двухстволки с баллистой и что самое интересное когда мы займем эту кнопку запустится принципе тайм-лог по которому нам нужно будет убежать из этого реактора проще стопу что за счет чертям собачьим и в задании что самое интересное будут написано если вы играете в оригинальной ну озвучки на английском здесь будет описано где-то сша по это отсылка на предатора а именно тот самый момент когда на группу на группу как его звали это герою это арнольд шестнагера делана по моему не делана не делана дач дач его звали он будет кричать девушки которые они спасли из плена как раз таки эту фразу бегите вертолету так что тоже такой очень классный момент и отсылка каком-то не крути смысле генератор перегружен двигайтесь к порталу выхода а вообще все это на самом деле напоминает ме метро 20 33 так убили трех тентаклей нас уже два кило засчиталось это четвертое и это пятое и шестую в принципе можно распилить чтобы пополнить боеприпасы и как видите у нас появился там блок и нам нужно болеть отсюда так можно быстрее раз два три 4 5 все отлично всех убили ну и давайте подготовим наш этап любимый потому что впереди нас ждет достаточно серьезная стычка аж двумя макубусами сразу аж двумя макубусами и в принципе не обязательно убивать но мы его естественно сам не убьем прям такой макубус и его уже в принципе не обязательно убивать но мы его естественно сами убьем прям такой момент упустить мы не можем у нас правда почти не убил но неважно обидно садикал пак исчезает было бы зарублено посмотри на это к сцены нас колпаком я думаю это было бы эксклюзивным контентом для тех кто это вообще не видел ну и так вот этот уровень заканчивается все сражения все испытания ну и понятное дело все исследование оружие прокачали поскольку поскольку в принципе 5 очков мобильный турель на этом уровне на самом деле хороший результат поверьте мне да это реально хороший результат так что прокачать модуль полностью можно если прям забить вот эту вот стычку с вратами палача прям до того вот ну это в принципе не обязательно потому что в будущем будет еще вот столько вот возможности это сделать так что прям уж убиваться тут ради этого модуля 1 я не думаю что сильно стоит ну и в принципе все на этом уровне заканчивается и вот так вот он играется очень классный уровень особенно секрет последний стартом это прям вот это прям мега лайк вот очень классный секрет но это все спасибо что посмотрели все принципе полезное описание все ссылки будут находиться как обычно описание под этим роликом а я пойду на распакую арбопа думаете ну и посмотрю что там еще находится внутри и об этом вам обязательно доложу по следующей серии уже ну на сегодня все спасибо за внимание подписывайтесь ставьте лайки и до новых встреч пока